Это очень распространенный способ кражи данных. В силу того, что совершается данная атака очень просто, сейчас мы увидим это на практике. Вендор роутера определен автоматически и формируется соответствующая страница для повышения доверия. Также возможен вариант подключения сразу к точке доступа злоумышленника без ввода пароля, который будет перехватывать данные жертвы, например, в Airshark. Всем известная фраза «Осведомлен, значит вооружен» сегодня придется как нельзя кстати, так как в этом ролике мы рассмотрим распространенный метод взлома Wi-Fi сетей, атаку Evil Twin, а также рассмотрим использование инструмента AirGidon и, конечно же, поговорим о том, как не стать жертвой данной атаки. Пока мы не начали, взломайте алгоритмы YouTube, поставьте лайк, поделитесь этим видео, нажмите на кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Что же такое Evil Twin? Это коварная атака на беспроводные сети, используя которую злоумышленники могут создавать двойника вашей или общественной Wi-Fi сети и перехватывать данные пользователей, включая логины, пароли, финансовую и другую конфиденциальную информацию. Различного рода места отдыха являются и вовсе настоящим клондайком для злоумышленников, владеющих атакой Evil Twin. Ведь одним из ключевых аспектов современного комфортного отдыха, неважно на пляже, в горах или в любимом кафе, является доступ к интернету. Такие локации всегда предоставляют своим гостям бесплатный Wi-Fi, чтобы делиться фотографиями и получать доступ к различным онлайн-сервисам. В современных реалиях большинство людей стремятся оставаться на связи и использовать бесплатный Wi-Fi для общения, работы и развлечений. Наверное, каждый из нас, приходя в людное место или приезжая куда-то на отдых за границу, видел возможность подключения к общедоступной сети заведения или отеля и с большой долей вероятности подключался, если не было альтернативы, чтобы проверить мессенджеры или публиковать фото. Подключение к сети двойнику может произойти по нескольким сценариям. В одном случае подключение произойдет абсолютно незаметно для пользователя, а в другом, в процессе подключения к сети, человека перенаправляют на сайт для ввода пароля. В таком случае атака нацелена за получение пароля от подлинной точки доступа. Выглядит это следующим образом. Неосведомленная жертва подключена к подлинной точке доступа с выходом в интернет. Пусть эта точка доступа называется Net123. В свою очередь злоумышленник создает свою сеть, которая также подключена к интернету и имеет идентичное название сети жертвы. После чего хакер проводит атаку деоинтентификации, бессрочно отключив юзера от подлинной точки доступа. Все попытки пользователя переподключиться к подлинной сети потерпят неудачу. И видя сеть с таким же названием, которую контролирует злоумышленник, человек, не знающий о такого рода атаки, подключится к сети-двойнику. Приняв это за какой-то сбой, чем позволит злоумышленнику перехватывать весь трафик. Это очень распространенный способ кражи данных. В силу того, что совершается данная атака очень просто, сейчас мы увидим это на практике. Во-первых, злоумышленнику понадобится специальное оборудование и программное обеспечение. Мы используем ноутбук с установленным Kali Linux и Wi-Fi адаптер с поддержкой режима монитора. Также для имитации проведения атаки Evil Twin мы будем использовать мощный инструмент Erigidon. Это многофункциональный комплексный инструмент с графическим интерфейсом для проведения атаки на беспроводные сети, которые автоматизируют многие шаги и объединяют в себе множество возможностей для проведения различных типов атак. Однако, как и в случае с другими инструментами, следует помнить о легальности и этике таких действий и использовать их исключительно в тестовых или контролируемых условиях и имея разрешение владельцев сетей. Ну что же, давайте приступим и начнем с установки Ergidon. Вводим apt-install Ergidon. Установка займет некоторое время. Затем переходим в каталог Ergidon и запускаем его. Загружается. После чего запрашивает проверку всех необходимых скриптов. Жмем Enter и дожидаемся завершения проверки. Жмем Enter еще раз. Теперь выбираем сетевой адаптер, который поддерживает режим монитора. Вводим 2 и нажимаем Enter. Следующий шаг это активация режима монитора. Этого адаптера выбираем пункт 2. Режим монитора активен. Теперь нам нужно перейти в меню атаки Evil Twin. Жмем 7 и Enter. Следующим шагом будет поиск и выбор цели. Для этого выбираем пункт 4 и открывается окно сканирования сетей. После того как нужная цель определена, нажимаем Ctrl плюс C. И выводится список сетей, которые мы можем атаковать. Выбираем сеть, введя ее порядковый номер и нажимаем Enter. Здесь мы видим параметры данной сети. Далее выбирается опция 9, атака с Captive Portal. Нажимаем Enter три раза и снова открывается окно сканирования сетей. И как только необходимая сеть будет обнаружена, снова жмем Ctrl C. Выбираем нашу сеть и жмем Enter. Теперь все готово для запуска атаки. Выбираем пункт 2. Произойдет атака до идентификации всех устройств целевой сети. И на вопрос ответ N. Так как используется всего один адаптер. Далее на вопрос хочу ли я изменить MAC адрес. Также ответ N. Менять MAC не обязательно, но для своей атаки злоумышленник наверняка его изменит. Следующим вопросом будет имеем ли мы файл handshake.cap. В данном случае атаки он необходим, чтобы сопоставить его с паролем, введенным пользователем. Но для перехвата введенного пароля жертвы он также не обязателен. Его в данный момент нет, поэтому введем N. Далее предлагается ввести количество секунд таймаута. Чтобы точка дождалась захвата handshake. Вводим 100 и жмем Enter. Открывается два окна. В одном статус даем идентификации. В другом информация об атакуемой сети. Требуется подождать некоторое время. После чего Ergidon поздравит нас с удачным захватом handshake'а. Также мы видим путь к этому самому файлу. Далее жмем Enter и видим предложенный файл для хранения пароля, который будет перехвачен. Путь при желании можно изменить. Жмем Enter. Вверху окна видим параметры атаки. Ниже предлагается выбрать язык сайта, который будет предложен жертве. Выбираем один. Вообще язык выбирается, как правило, в зависимости от места проведения атаки. Выбираем продвинутый Captive Portal. И далее, перед тем, как запустить атаку злого двойника, мы увидим предупреждение о том, что будет открыто несколько окон и во время проведения атаки закрывать их нельзя. При необходимости прекратить атаку в целом или после ее успешного выполнения, нужно нажать Enter именно в этом окне с предупреждением, а не в тех, которые откроются. Итак, открываются окна. Окно фейковой точки доступа. Окно DHCP сервера, который будет выдавать IP-адрес любому подключившемуся устройству. Следующее окно деуинтентификации, в котором мы видим, что все устройства подлинной сети будут отключены. Это окно управления. Здесь мы видим продолжительность атаки, количество попыток пользователей ввести пароль и тому подобное. Окно DNS отвечает за перенаправление жертвы, которая подключается к точке доступа на сайт авторизации. Это окно сервера, который запущен на атакуемой машине и обслуживает сайт разблокировки. Теперь перейдем на компьютер жертвы. Она все еще подключена и вот произошло отключение атакуемым. Также видим, что появился двойник сети и видим, что сетей нет 1, 2, 3, 2. Попробуем подключиться к подлинной сети. После попытки мы увидим оповещение о невозможности подключиться. Все попытки подключиться потерпят неудачу и тогда жертва не выдержав, вероятнее всего, попробую подключиться к двойнику, решив, что это какой-то сбой. И как только он к ней попробует подключиться, автоматически откроется окно браузера с окном для ввода пароля. Вендор роутера определен автоматически и формируется соответствующая страница для повышения доверия. В данном случае атакуемый роутер Huawei. Как только жертва ведет пароль и попробует подключиться, она увидит сообщение, верный он или нет. Но это нюансы. Главное то, что у злоумышленника отобразится пароль и как только это произойдет, он нажмет Enter в главном окне и прекратит атаку. А жертва подключится к своей сети. Также возможен вариант подключения сразу к точке доступа злоумышленника без ввода пароля, который будет перехватывать данные жертвы, например, в Airshark. Вот так просто можно стать жертвой атаки Evil Twin. Поэтому возникает логичный вопрос. А как же защититься от такой атаки? Всегда проверяйте точное название сети, к которой вы подключаетесь. Используйте VPN для дополнительной защиты данных. Виртуальная частная сеть поможет шифровать трафик и защитить данные. Убедитесь, что ваши устройства и ПО всегда обновлены до последней версии. Будьте внимательны к предупреждениям системы безопасности. Обращайте внимание на подозрительное поведение сети. На этом у меня все. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok